В эфире программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. С вами Инна Румянцева. Здравствуйте. Работа по благоустройству и обустройству мест проживания, созданию инфраструктур – процесс бесконечный, требующий постоянного приложения к этому рук не только специальных служб, но и неравнодушных граждан. Какую роль в этом играют территориальное общественное самоуправление? Как ТОС помогает жителям реализовывать проекты, решать актуальные задачи? Что необходимо для создания такой организации и чем она отличается от ТСЖ? Об этом пойдет речь сегодня. И своим опытом работы поделится председатель ТОС «Перспектива» промышленного района города Самары Дмитрий Пикулык. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова роль территориального общественного самоуправления? Правильно я расшифровала ТОС? Да, территориальное общественное самоуправление. В самом названии уже заложена частичка ответа. Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан на определенной территории для того, чтобы решать вопросы местного какого-то значения, которые возникают на территории в рамках закрепленной границы. Как правило, ТОСы определяются границами улиц или кварталов и плюс-минус объединяют себе порядка 10 тысяч человек. Это в среднем такое значение. А вот чем ТОСы отличаются от ТСЖ? Они не дублируют друг друга? Потому что вот как-то сразу параллель такая возникает. На самом деле нет. Несмотря на то, что и ТСЖ, и ТОС – это объединение граждан, все-таки ТСЖ – это больше объединение граждан внутри своего дома. Это такая, скажем так, организационно-хозяйственная единица, которая решает задачи текущего домовладения, или как у нас принято у общественников говорить МКД, многоквартирный дом, решать именно внутренние вопросы, как собственников, как владельцев своих квартир. И эти граждане объединяются, выбирают своего председателя и уже решают вопросы по дому. ТОС же, в свою очередь, решает вопросы по территории в целом. ТОС состоит из именно старших по домам, которые распределены по территории. И уже люди стекаются либо к старшим по домам, либо непосредственно приходят в сам ТОС для того, чтобы задать интересующие их вопросы. И, собственно говоря, в какую-то инициативную группу могут входить не только собственники жилья, да? Как правило, могут входить, конечно же, не только собственники жилья, но... Но, как правило, именно они. Но, как правило, именно они и составляют актив ТОСа. Расскажите, сколько лет ТОС Перспектива существует? Ох, ТОС берет свою историю очень давно. Официально были зарегистрированы ТОС Перспектива в 2002 году. То есть на сегодняшний день это уже порядка 22 лет. Довольно-таки такая богатая история. До этого, до 2002 года, насколько я знаю, люди просто объединялись в ТОС без юридического оформления. То есть это была просто как добровольная организация жителей. Ну, естественно, он был чуть-чуть побольше, а потом вот уже, когда приняли устав, зарегистрировали свою деятельность, вот с 2002 года уже именно ТОС как хозяйственная единица действует на территории промышленного района. Сколько домов на этой территории? Ну, отвечу так, что у нас территория такая довольно-таки интересная. Почему? Потому что мы располагаемся на стыке как многоквартирных домов, так у нас есть и просеки, да, где есть частные домовладения. С частными домовладениями мы поменьше работаем там, потому что посчитать их довольно-таки сложно, все люди живут за высокими заборами. А вот именно многоквартирных домов у нас более 40. Есть в точном 41 дом. Бывает, исходят инициативы из частных домовладений? Бывает, но, как правило, они касаются каких-то таких мелкобытовых вопросов. Там потекла канализация, помогите, там тротуар у нас давно не ремонтировали. Там где-то, может быть, с опиловкой вопрос возникает. Ну, куда там дойти? Вот, до ТОСа дошли, встретились, пообщались. Так все-таки они более уединенно живут. Сколько лет вы являетесь председателем? Вот за эти 22 года? Из этих 22 лет. С 2015 года я член Совета ТОС, просто как активный гражданин, представитель своего дома. И с 2001 года на конференции жители меня выбрали председателем. С 2001? О, извините, обманываю. С 2021. С 2021. То есть три года вы уже председатель? Да, четыре. Ну, а в принципе деятельностью этой активной занимаетесь уже давно, с 2015. Большой опыт за плечами. Опыт большой, поэтому рассказывайте нам сегодня, как организовать ТОС. Ну, чтобы организовать ТОС, во-первых, нужно иметь сплоченную команду жителей внутри своего микрорайона. Почему? Потому что, прежде всего, от жителей должна исходить инициатива. Нужна ли им дополнительная какая-то самоорганизация у себя на территории? Если жители активны и хотят развивать свой микрорайон, это возможно и, в принципе, всем рекомендую это делать, то они собираются на конференцию и составляют, скажем, под протокол жителей, что они хотят организовать ТОС. После того, как они проходят вот эту документальную процедуру, выбирают председателя, выбирают секретаря собрания, проводят это собрание, и затем они уже регистрируются в установленном порядке как в налоговом органе, так и в Минюсте. Почему? Потому что территориальное общественное самоуправление, как форма организации населения, это юридическое лицо. НКО, наверное, да? НКО, да. Поэтому мы должны быть зарегистрированы. У нас есть и свои так называемые АКВЭДы, это виды экономической деятельности, которые мы должны вести. У нас выбранный председатель, который числится в налоговом органе как руководитель. И, соответственно, мы также являемся и налогоплательщиками, и сдаем отчетности, и, в принципе, ведем свою хозяйственную деятельность. Вот я услышала, что председатель – это избираемая должность. Что входит в функции председателя? Что входит в функции председателя? Это работа с населением, это прием граждан, это взаимодействие между поступающими от жителей и граждан вопросами с органами власти. То есть ТОС – это, ну, скажем так, как некое такое буферное звено между жителями и властью для того, чтобы аккумулировать все проблемы у населения на определенной территории и грамотно доносить их… Проводник своего рода. Да, своего рода такой проводник, да, связующий звено. Я представляю, что нагрузка-то немалая, и энергии надо очень много для такой работы. Она общественная, эта работа, или она все-таки как-то оплачивается? Так как мы юридическое лицо, да, мы можем, в том числе, оказывая какие-то услуги населению, зарабатывать денежные средства. Но, опять-таки, есть определенные ограничения, мы не коммерческая организация. То есть какую-то прямую хозяйственную деятельность такую мы вести не можем. В принципе, у нас в России существует грантовая поддержка и поддержка в виде субсидий. Вот за счет именно поддержки со стороны субсидий, которая выделяется нам от администрации городского округа Самара, а также грантовая работа с фондами президентских грантов, фондом культурных инициатив, есть еще там региональные отраслевые гранты. Участвуя в них, мы получаем такую поддержку, которая идет в том числе и на благоустройство территории, на реализацию каких-то инициатив населения, ну и в том числе на зарплату участникам гранта. Но так как председатель является чаще всего инициатором, то, естественно, он получает за это вознаграждение. Я просто подумала вообще, возможно ли совмещать какую-то иную работу и еще вот эту должность председателя ТОС? Мне кажется, невозможно. Это просто сидеть на двух стульях. Ну, тяжеловато. Иногда, конечно же, некоторые председатели совмещают, но если ты активно вовлекаешься в эту хозяйственную деятельность, если ты активно ведешь работу с населением и принимаешь вот так называемые наказы от населения, начинаешь развивать ТОС как непосредственно организацию, как некоммерческую организацию, и участвуешь в грантовой деятельности, то, в принципе, там уже времени на другую деятельность практически не остается. Вот и я так подумала. А как все происходит? Как ТОС помогает жителям реализовывать какие-то актуальные задачи? Какие, кстати сказать, реализовывать проекты? Как вот это вот взаимодействие происходит? Чаще всего от жителей поступают определенные запросы. Кто-то хочет благоустроить территорию, кто-то хочет, чтобы у него реализовалась какая-то государственная или региональная программа, кто-то хочет выйти с инициативой, давайте там сделаем озеленение, либо проведем какие-то интересные массовые мероприятия, либо там пенсионеры ко мне, когда пришли с инициативой о том, что хотят получить определенные знания в современных компьютерных технологиях, вот отсюда и мы выявляем те проблемные зоны, на которые потом начинаем усиленно работать и искать соответствующее финансирование. То есть инициаторы всегда все-таки жильцы? Ну, конечно, да. То есть в основе своей, без этой подлежащей камень вода не течет, как говорится. Мы, конечно же, чтобы что-то лукавить, конечно же, как председатель, актив Совета ТОСа, мы собираемся ежемесячно, обсуждаем какие-то там планы развития нашего микрорайона, у кого есть какие-то проблемы, и придумываем какие-то интересные, может быть, мероприятия или направления нашей деятельности. И уже с населением тоже начинаем со своей стороны прорабатывать. А интересно было бы вам вот такое направление, интересно вам было бы такое направление. И вот закидываешь с разных сторон 4-5 вопросов, жители там думают, думают, потом появляется обратная связь. И уже по обратной связи мы начинаем прорабатывать. А как вот вы закидываете эти идеи, новые планы, доска объявлений какая-то есть? Как вы до каждого жильца доносите информацию? Конечно же, пользуемся досками объявлений, но в современном мире у нас практически во всех домах есть свои чаты. У нас есть чат микрорайона, есть чат старших по домам, куда входят все активные жители. И уже там прорабатываем какие-то интересные моменты. И очень часто к чатам подключена молодежь, которая хочет, в свою очередь, что-то привнести на свою территорию. Молодежь принимает участие. Конечно, да. У нас на субботнике выходят порядка 80-100 человек. Это такой среднестатистический у нас субботник, в основном состоящий из процентов, наверное, 60-70 из молодежи. Это прям какая-то новая молодежь российская. Это прям бальзам на душу, если честно. Я вас могу пригласить. Чтобы я удостоверилась. Более того, могу сказать, вот сейчас в течение летнего сезона, начиная с июня месяца, ко мне на практику без остановки до 30 августа приходят школьники на какие-то там общественные работы. Сами приходят? Сами приходят. Ну, у нас есть такое... Просто про школьников прям это тоже отдельная история. Школьников обычно все-таки подталкивают. Когда речь идет уже о студенчестве, какой-то вот такой вот молодежи, наверное, они уже сами. Школьников не то чтобы подталкивают, но просто как база практики и заработать небольшую денежку, они с удовольствием к нам приходят. Мы этим ресурсом пользуемся, но, естественно, мы не наглеем, понимая, что школьники все-таки еще дети, им хочется провести с удовольствием летние каникулы, поэтому несколько часов в день мы их занимаем. Но я могу сказать, что несут очень большую нагрузку и очень сильно помогли в этом году микрорайону, сделав прекрасное озеленение, обрезку деревьев, покрасив там в общественных местах лавочки. Ну, то есть в хозяйственном плане помогли в этом году очень здорово. На сегодняшний день как вы оцениваете, насколько же жители сами инициативны? Вот в процентном каком-то соучастии? Ну, вот могу сказать так, что именно давайте я за свое то скажу, за то с перспективы. Исторически так сложилось, что у нас население очень активное. И наш микрорайон вообще, в принципе, благодаря этой активности развил себя очень хорошо. У нас есть и озеро, у нас есть и сквер Солнечной поляны, у нас есть и сквер Дубовая роща, у нас очень активные люди по озеленению, которые занимали неоднократно различные призовые места в конкурсах по озеленению дуровых территорий. Поэтому у нас, в принципе, как таковая территория, очень активна и богата инициативными людьми. Повезло вам. Да, нам повезло. Вам с ними, им с вами, я так понимаю. Я надеюсь, я надеюсь. А какие темы все-таки наибольший отклик у жителей находят? На сегодняшний день в своем ТОСе мы как-то выделили два таких основных вектора по развитию, где у нас получается первое – это благоустройство, второе – это связанное с обучением людей пенсионного возраста, компьютерной грамотности, чем мы, в принципе, и в основном занимаемся. Ну, давайте поподробнее тогда расскажите, какие проекты в рамках ТОС «Перспектива» вы уже реализовали. Вот вы о Дубовой роще упомянули, заняли третье место в каком-то конкурсе. Расскажите, когда, как это происходило? В 2020-2021 году у нас был благоустроен сквер «Дубовая роща» по региональной программе. И потом, после того, как прошло благоустройство, люди очень активно в нем участвовали, каждый день следили за ходом работ, носили какие-то определенные комментарии, наказы подрядчикам, для того, чтобы максимально качественно этот проект был реализован. Понятное дело, такая частичка души людей была вложена, поэтому нами было принято решение как-то с этим проектом двигаться дальше. Здесь мы увидели, что стартовал всероссийский конкурс по общественному инициативному бюджетированию. И, естественно, мы приняли в нем участие. Создав заявку по требованиям конкурса, мы отправили туда весь тот пакет по благоустройству, который мы проводили. Конкурс этот всероссийский проводится по всей нашей территории Российской Федерации. И вот у нас получилось в номинации «Общественное участие» занять третье место. Я считаю, что в рамках России это довольно-таки высокий показатель, тем более, что здесь участвовали непосредственно сами жители. И почему у нас так получилось именно занять третье место? Потому что в самом голосовании за наш проект приняло участие более 4 тысяч человек. Довольно-таки такой весомый показатель. То есть ваш проект произвел впечатление? Да. Я думаю, что вот эта победа, наверное, и как-то стимулирует всех жильцов и, прежде всего, инициативную группу, да? Конечно же. К дальнейшим каким-то действиям хочется делать еще и еще, потому что получается. Вот вы упомянули, что неоднократно выигрывали гранты для НКО в сфере, по-моему, в разных сферах, да? В разных сферах. Там и ЖКХ, что там еще, экологии, компьютерные технологии, да? Это вот как раз касается обучения старшего поколения. То есть востребованы эти темы. С 2020 года мы начали свою грантовую деятельность. Один из первых грантов у нас был, ну, такой небольшой, пробный, с фондом президентских грантов. Он касался просвещения людей в сфере ЖКХ. Мы его реализовали в течение года. Людям это довольно-таки понравилось. Но тогда была низкая осведомленность у населения по вопросам ЖКХ. Сейчас век развития интернета. Люди в основном все вопросы смотрят через соответствующие запросы. Плюс активно у нас начали развиваться региональные ресурсы, которые просвещают людей в сфере ЖКХ. Далее у нас был региональный грант по экологии, в том числе связанный с продвижением наших скверов Солнечной поляны и Дубовой рощи. И параллельно мы запустили грант по обучению людей пенсионного возраста компьютерным технологиям. Он получил такой колоссальный для нас отклик. Мы даже не ожидали, что будет такой наплыв желающих. И у нас первые группы обучения были расписаны на полгода вперед. То есть люди уже звонили и говорили, вот запишите, так как мы небольшой тост, не можем разом всех вместить. И формировали эту очередь. Пройдя первый этап обучения, получив какие-то положительные результаты, пенсионеры ушли, скажем так, в самостоятельное освоение. Это все понравилось. И у нас пошла вторая волна отклика от этих же людей. Они нам стали звонить и говорить, мы хотим дальше развиваться, давайте дальше что-то придумать. И мы уже на базе первого проведенного опыта по компьютерным технологиям сделали грант по интернету. Как пенсионеры могут найти свою вторую жизнь в интернете. Что это вообще такое? Тоже пенсионеры, причем я хочу сказать, мы его начинали реализовывать на территории промышленного района, хотя бы в рамках своего ТОСа. Но люди к нам ехали из близлежащих микрорайонов, из близлежащих районов. И, наверное, группа была человек 10-12, которые приезжали из центра города. То есть, представляете, каждые несколько дней в неделю пенсионеры садились где-то в центре, приезжали в спальный микрорайон для того, чтобы учиться. Потому что заинтересовала, потому что жизненно необходима, я бы так сказала. Но смотрите, пенсионер пенсионеру рознь, 60 лет, 65 пенсионер, и 80-85 пенсионер. Вот максимальный возраст ваших учеников какой был. Сейчас расскажу интересную историю. У нас есть пенсионеры, как 45 лет, кто вышел по выслуге лет. Да, 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 вообще молодые. Например, одна женщина, она вышла на пенсию в 45 лет, к нам она пришла в 47, сказав, ну, я отслужила, ну, нужно как-то дальше развиваться. Прошла курс компьютерных технологий, и повторно она работала в одной структуре, в сфере, по-моему, СИНа. А сейчас, после курса нашей компьютерной грамотности, она устроилась и работает, успешно работает в ГУ МВД. То есть вторую жизнь все-таки вот как раз нашла. Продолжает свой карьерный путь. Ну, это молодая пенсионерка. Это молодая пенсионерка, а самая старшая 86 лет. Более того, могу сказать, что это житель нашей территории, нашего ТОСа, плюс она член совета ТОСа, она активно пользуется и телефоном, и интернетом. То есть у нее сейчас, как она сама говорит, я сижу, глажу белье, смотрю на телефоне какие-то познавательные видеоролики, ну, и когда нужно, оплачиваю все коммунальные платежи, вообще не выходя из дома, говорит, вообще так здорово. QR-код находишь, говорит, и он сам все платит. Ну, вот 86 лет. Браво просто. И вам браво. Потому что без вас бы не было таких знаний. У этой замечательной женщины, дай бог ей здоровья, долгих лет жизни. Очень интересно. Какие проекты в работе у вас сейчас? Вот на сегодняшний момент мы как раз-таки завершили, только вот весной-летом мы прошли процедуру оценки по реализованному в фонде президентских грантов этапу по компьютерной грамотности. И сейчас готовим пакет документов для того, чтобы нам зайти на новую поддержку, грантовую поддержку фонд президентских грантов и фонд культурных инициатив. Опять-таки, ну, наши два излюбленных направления. Один будет касаться вопросов благоустройства и озеленения. Второй грант, мы будем продолжать компьютерные технологии, потому что те же пенсионеры, научившись работать на компьютере, теперь хотят освоить телефон. Сейчас телефон, смартфон – это новый такой гаджет, который все больше и больше набирает обороты, появляются интересные мессенджеры, интересный контент, да, вот я специально говорю такими словами. И пенсионеры, конечно же, хотят во всем этом разбираться, участвовать и как-то проявлять себя. Коммуникации между поколениями, наверное, еще налаживаются, потому что ведь бабушкам с внуками иногда трудно понять друг друга, потому что речь последних пестрит вот этими новыми словами. А теперь новые пенсионеры будут такими же грамотными пользователями, еще и внуков будут учить. Теперь бабушка будет наравне с внуками общаться на их одном языке. Вот интересная такая была у вас история. Вы представляли ТОС «Перспектива» на Всероссийском форуме на местах РФ. Да. Всероссийский форум, и вы заняли там первое место. Ну, очень почетно. Расскажите, что за форум? Форум на местах – это форум активного населения нашей страны. Опять-таки, почему именно ТОС? Потому что весь актив населения объединяется в территориальное общественное самоуправление. И он так и называется по большей части форум ТОС. В 2022 году мы заняли первое место. Мы были выдвинуты по рекомендации Совета муниципальных образований на Всероссийский конкурс. И пройдя вот, опять-таки, все вот эти вот процедурные моменты, вопросы голосования, рассмотрение нашей заявки, оценки. Оценку проводят тоже эксперты со всей страны. Заняли первое место в номинации «Социальная поддержка населения» во Всероссийском конкурсе. «Социальная поддержка населения». Это как раз вот все эти обучающие семинары. Как раз такая деятельность ТОСа, для которого она и создается. Именно поддерживать население в насущных вопросах. А как вы думаете, благодаря чему вот именно вы заняли первое место? Много же было? Конкуренция-то большая? Ну, конечно, да. Всероссийский форум? Конечно, порядка 600 участников. 42, по-моему, региона участвовало. Были очень интересные различные муниципальные практики, сельские практики великолепные были. Но, опять-таки, я думаю, из-за того, что мы к нашему делу подходим с душой, со всей долей ответственности, и имеет большой социальный отклик именно та деятельность, которой мы занимаемся. А все-таки оценка любого проекта складывается на отклики тех людей, для которых она реализуется. С какими организациями взаимодействуют вообще ТОСы и ваш в частности? Я имею в виду там управляющие компании, какие-то жилищно-коммунальные службы, районная администрация. Как обычно, жители всегда, по всем вопросам, первое, куда идут, это в ТОС. Это понятно. Потекла труба, идем в ТОС. Сломался домофон, идем в ТОС. Там, я не знаю, капремонт, идем в ТОС. Невывоз мусора, идем в ТОС. Но, естественно, исходя из вот этого большого количества вопросов, и имея большой опыт работы с населением, налажены контакты уже и с управляющими компаниями, которые работают на нашей территории, и с ТСЖ, и с администрацией промышленного района, и с ресурсоснабжающими организациями. Все это позволяет, ну, где-то там, наверное, в кратчайшие сроки решать те проблемы, которые возникают у населения. И, естественно, и администрация, и ресурсники, как мы их называем, они тоже нас уже знают, да, как активную ячейку общества, да, и пытаются нам как-то, в свою очередь, помочь и к нам прислушаться. Из-за этого и складывается вот такой вот тандем между, с одной стороны, жителями, а с другой стороны, управляющими и ресурсоснабжающими компаниями и администрацией. Администрацию промышленного района часто тревожите? Ну, а куда же без этого? Куда же без этого? Когда возникают вопросы у населения, куда первым мы идем? Естественно, идем в администрацию промышленного района. Мы очень плотно работаем с администрацией, стараемся посещать все встречи, которые проводит администрация, стараемся ездить на какие-то оперативные совещания, чтобы быть в курсе проблем, которые происходят у нас на районе. Ну и, естественно, активно участвуем в тех программах благоустройства, которые реализуются в том числе при поддержке администрации. В частности, вот у нас на территории не так давно были облагоустроены и дороги, и возведены малые архитектурные формы, детские площадки. Ну и, конечно же, это все при поддержке той же администрации, без которой довольно-таки иногда бывает затруднена работа, если она ведется самостоятельно. Ну, то есть инициатива ваша и всех активных жителей привела к тому, что взаимодействие налажено со всеми необходимыми организациями. Конечно, да, обязательно. Без этого сложно было бы работать, если человек приходит к тебе с каким-то вопросом, и ты его не можешь решить. Но я думаю, что повторно человек не придет. Это так, как мы существуем давно, да, я уже сказал, 2002 года. Давно, да, от вас уже не отмахнуться. Надо решать вопросы. Конечно же, конечно же. Наша программа подошла к концу. Благоустроенный двор, район, город – это наше хорошее настроение, наш комфорт, наше здоровье. Если этому способствует ТОС, то почему бы его не создать и в вашем районе? Подумайте об этом. Дмитрий Михайлович, я благодарю вас за интересную беседу. Напомню, сегодня в Совете нашего Дома принимал участие председатель ТОС «Перспективы» промышленного района города Самары Дмитрий Пикулы. На этом я с вами прощаюсь. Уют и всем комфорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова